Несмотря на то, что мы собрались Обсудить сериал Который, честно говоря, я не смотрел Тоже не смотрел Мы чуть-чуть в сериале пожили В свое время Нам ничего нового там не узнать Мы это видели Теперь слово Не за пацаном И не за паханом Слово за общество Куда мы будем двигаться И как мы это связываем Все с собой Потому что часто бывает такое Мы же сказали old money Это старые деньги Это устоявшийся термин Люди, которые заработали денег Неважно как Но они уже реинвестировали Свою страну Они там живут Я не знаю ни одного, допустим, американского президента Или президента Швейцарии Или премьер-министра Японии Который бы схватил чемодан После должности И уехал куда-нибудь там Венесуэла Да, я не знаю Коста-Рику Там еще во Францию Это буквально очень маленький слой Но практически никого нет Да, туда-сюда гоняют инвестбанкиры Там еще какие-то люди Там нефтяники Но ни один из руководителей государства Или хотя бы топ-20 американцев Японцев, швейцарцев Не знаю кого Корейцев Не уезжает за границу И поэтому нам нужно продвигать То, что жить в Казахстане хорошо Как это делать? Выгодно Что экономически выгодно Быть хорошим человеком Болезненно И неприятно Быть нехорошим человеком А так мы видим Человек что-то сделал Противоправное И мы его уже Через год видим Там я сижу в кафедле Смотрю Он же сидел по-моему Нет, не сидел То есть репутационный капитал В Казахстане не работает Ему десятку дали А он должен работать А он через два года вышел Да, вышел Спокойно сидит Обнимается Я вот сейчас не конкретно фамилии говорю Говорю Я человек 5-6 точно видел таких И то есть Люди видят И дети Как это Не делают то, что Как там было Дети следуют за поколение За нашим примером Если мы ходим Совершаем движение Разруливаем темы Это Делаем движ Делаем движ Шуршим Ну это прямой перевод С английского Хасл Если мы все это делаем Решаем вопросы Решаем вопросы То Это значит Дети тоже самое будут делать Тут уже это Ну это рыба гниет головой Элите должно Быть выгодно Элита должна понять Что ей в этой стране жить Что никуда в Дубае Она не улетит С чемоданом денег В Казахстане нет элиты Элиты это мы Тоже Слово да Уже вытертое Девальвированное Тоже да Элита это мы Люди Которые должны Показывать своим примером Что-то Мы в смысле Не вот мы втроем Сидим А любой человек Старше сорока лет Который хочет поменять Все на лучшее Он должен Ну даже Даже младше сорока лет Он должен Видеть Там туда Там у меня знакомый Есть Честно говоря Вот он Детях никогда не курит И все Он говорит Он говорит Я Повар Потому что Вдруг они научатся И он от детей Тарится В смысле Прячется И курит Вот Я думаю Да Может ему лучше бросить Но Он вот Насколько может Он не может бросить Но он не показывает Плохого Но он будет жить в этой стране И его дети будут жить в этой стране Он об этом думает Опять же Вот этот Миф о том Что с чемоданом денег Ты куда-то улетишь И там тебе будет хорошо Не будет тебе хорошо Сейчас уже нет Но это опять Вот то что мы говорим Это отсутствие самоидентификации Тебя с кем-то или с чем-то В 80-е 90-е Особенно годы Они уничтожили эту самоидентификацию У многих всех Кто прорвался к власти Им все равно Где жить Лишь бы были бабки Правильно Да Бабло Без разницы Ну как сейчас живешь Там семейка Понятно кого Да Вот То есть Поэтому Вот Я здесь хотел бы продолжить Вот эту тему То что Расул сказал Первое На самом деле У государства Большая функция Большая роль Большие возможности Потому что она определяет стратегию И это должно идти Месяц с участием Гражданского общества Но если эта стратегия Напоминает Извини Какой-то бардак Сегодня одно Завтра другое После завтра третье И под это еще просто Закладываются деньги Чтобы их просто разворовать Либо отчитаться Знаете у нас страна отчетов Постоянных Да Но не результатов То это приводит к тому Что никто конкретно Не будет обращать внимание Может быть на одну Конкретную проблему Вот я даже может Приложу такой знаете Немного радикальный вариант Вот условно Если взять и обозначить Сейчас приоритетной программой Это работа с молодежью Вот условно там Десять лет Мы все сейчас вкладываем В то что в Казахстане Появилось то что Расул говорил Молодежь Которая хотела бы здесь работать С высоким уровнем образования С определенными моральными ценами И так далее Но на это потратить Десять лет Под мощным контролем общества И контролем ресурсов Который будет тратиться Я приведу пример Вот я как-то уже говорил Про пример Латинской Америки Там вот понятно Мексика, Мехико Там Бразилия, Фавела Ну например там по-моему Это Боливия Или Перу Вот эта программа Была государственная По подготовке детей В IT школах То есть там Это при поддержке Всемирного банка Было что-то Там приняли программу Они долго так Читали голову Думали Как нам сделать так Чтобы вот нашу страну Там через 10 лет Вырвать вперед А давайте мы Все школы Все школы Настроим на подготовку IT специалистов Детей с малышей классов Во-первых Нужно подготовить учителей Надо все В школу Во всей стране Включая в горах Оборудовать по высокому уровню техники Да С этими досками Да Чтобы они просто элементарно знали И вот они эту программу реализовали Через 10 лет Они начали вырываться вперед С точки зрения Этого определенного IT развития И даже вот этот В Бразилии город Есть Ремиссия Есть город А Рефини Рефини по-моему В Бразилии город Есть Рефини Интересный момент Этот городок Сейчас аналог Кремевой долины В Латинской Америке Как это было Город Там только один университет И там предложили Вот местной власти А давайте мы На базе университета Соберем Инвесторов Лучшие умы И там попытаемся заработать Только не мешайте нам И может быть дадите деньги Проект сказал Окей Полная свобода Работайте И они создали Мощнейший IT-центр В Бразилии На основе вот этого Городка провинциального На базе одного университета Мне вот наши IT-шники Про это Кейс рассказывали Я про него не знал Который сейчас стреляет По всей Латинской Америке Это вторая задача Первая стратегия Вторая инфраструктура А инфраструктура Это кстати большой аспект Например вот Тема по поводу Спортивных секций Вот мы с тобой рассказываем Там гордые Выходили туда Ну извини Платили копейки Практически многие секции Были бесплатные Бава дому Дому бава Ну это то что Сейчас начали там спор Но это все равно Не то что раньше было То есть эти секции Спортивные должны быть везде Во всех Во всех регионах Казахстана Малых даже районах Альтернатива должна быть У родителей У ребенка Но кроме секции Должна быть и хорошая Определенная тренерская база Правильно Извините Если там человек Тренер будет с криминальным Каким-то прошлым И будет из этих ребят Готовить боевиков Как помню В 90-е Рэкет Да Даже вот этот казанский феномен Там на базе качалок С качалками С каратэ И так далее То есть опять же Но в любом случае У ребенка должна быть Альтернатива Кроме улицы Кроме вот этих Всех криминальных Определенных понятий Да Если семья не может дать Это должны быть другие институты Я думаю что спорт Это важнейший инструмент Вот мы про Америку говорили Да Вот спорт Творчество Вот этот Гангстеры многие Помнишь Американские в рэп ушли Которые Да Да они Кстати было тоже много Шумогамма Вот как бы ушли туда В рэп Да Стали там носительники Элементы Но с другой стороны Многие же увидели Что оказывается Можно благодарить творчеству А не бандам на улицах Да Стать миллионером 50 цент недавно Приезжал Это была Классная история С трансформацией Вот этой гангстой Эстетики Во что-то такое безопасное Конечно Для этого нужно Чтобы была инфраструктура Да Чтобы были продюсерские центры Чтобы была возможность Простому ребенку Оттуда или парню Да Выстроить То есть у тебя есть талант Если нет инфраструктуры Ты бейся Не бейся Много не добьешься Вот Инфраструктура должна быть Плюс еще Вот то что Раслуп правильно сказал Образование Вот эта тема По поводу того Что там Университеты высочайшего уровня Высокого класса Должны быть во всех регионах Казахстана Ну с специализацией Да Вокруг которых должна выстраиваться Инфраструктура соответственно Соответствующая Да Я думаю что эта идея Она давно витает в воздухе Но ее никто не реализовывал Ну ладно там вот Назарбаев университет Все хвалятся Хвалятся Но это что За 30 лет Да Или там еще Еще несколько университетов Нужно 10 таких 10 таких Во всех регионах Казахстана Во всех С хорошими преподавателями Эти деньги Которые у нас миллиарды Тратили на всякое фуфло Государственные деньги Мы за эти деньги Могли бы таких 10 университетов Давно построить Пригласить нобелевских лауреатов Преподавать А то на эти экономические формы Их приглашаем Да Ну они старенькие правда Ну хотя бы попроще Ну да Ну в любом случае Хороших преподавателей Международного уровня Да Почему бы нет Могли бы это сделать Это все государственная стратегия Понимаешь Все на поверхности лежит Так нет же Это все превратили Большую кормушку С красивыми отчетами И по выходу Вот мы наблюдаем То что наблюдаем Вот Досман То что ты сейчас сказал Сейчас Сейчас же мутит Креативную экономику Ооо Да Сейчас будет такое Как будем Ксерокопировать Димашей Там Эти всех Да Вот я вот об этом Хотел сказать То что Вот эта дезориентация У молодых людей Мы ее ощущаем Потому что много Общаемся с молодежью Молодость Это же такое время Там до 25 лет Когда тебя Из стороны в сторону Есть там один молодой человек Я с ним разговариваю Там Ну что как Говорит Вот Иманбек Я говорю Ну Иманбек Это знаешь Такой единичный пример Вот Потом Ой я наверное Ага поеду в Южную Корею Там косметологом буду Ну то есть Вот какие у него А потом Я у него спрашиваю А ты же хотел Вроде в полицию пойти Да нет После Хантара Ну что они там Все разбежались У него ариентиры кстати Неплохие в принципе Да если так по сути Ну да То есть он нашел Неких как раз именно Ролевые модели Которые ориентируются Но молодой человек Мечется То от полиции После Хантара Она ему не нравится До косметолога В Южной Корее Потому что экономических Ниж нет И он не знает куда идти Он может идти И у меня знакомая Она уборщица И мы что-то Общаемся Как раз И я говорю Потому что Она какие-то Очень интересные темы Поднимает Именно по рельефу По топографии Я говорю А вы кто? Она говорит Я геодезист Допустим Я говорю А почему так? Ну говорит Я чтобы профессию Не потерять Я говорит Две недели в месяц Работаю геодезистом Говорит Что-то там В 3D мэппинг Там она работает На компьютере Но Я говорю 100 тысяч получаю А здесь я Уборщицы получаю Я говорю 150-200 тысяч получаю Те же Две недели Но я говорю Не хочу же Я же не связываю Это будущее Только С уборкой Помещений В любом случае Я хочу быть геодезистом Просто очень мало платят Я бы вообще Все бросил Только геодезистом Была бы Сейчас там Куча у них Нововведения Она в курсе всего Мне про дрона Рассказала Про такие вещи Лидары И так далее Это мне чуть-чуть близко И вот Я говорю Откуда Откуда вы все это знаете Не секрет Она говорит Я же геодезист Поэтому Законное Легальное поведение И хорошая работа Должна быть Окупация Пока этого нет У нас есть термин Работающая бедность Можно быть Идеальным врачом Гениальным врачом Но все равно Врач не будет Зарабатывать столько Сколько зарабатывает Допустим Не знаю Менее важный человек Доставщик еды Зарабатывает сейчас больше Ну он и нервов Он и жизнь может потерять А вот Расул К вам вопрос Наверное уже последний Бизнес Большой бизнес Как вот он Вот может на это На все влиять Потому что Вот мы сейчас Опять же видим Среди молодежи Очень Модными стали Профессии Связанные с IT И это не всегда Нужно заканчивать Университет Многие говорят Да что в этом университете Я не хочу Я пойду на курсы И эти курсы Организовала компания Такая-то Им нужны сейчас Кодеры Вот прям нужны Ну да Если беспонтовый университет Че он научит Я извиняюсь Если не очень университет Че он научит Большие компании Вот мы сейчас говорим Любой неформальный коллектив Компания это будет Это будет Группа арестантов Это будет Сектор религиозный И так далее Она стремится Расширить свое влияние Большой бизнес Всегда будет прорастать В государство Лоббировать свои интересы Ни в коем И бизнес Всегда будет Желать большего Государство Может ограничивать Да Я не говорю Я не говорю Как компания Рокфеллера Вот эту Стандарт Разрушили Я не про это Я говорю про То что Наверное Очень много Договорных отношений Было между Большим бизнесом И государством Сейчас это Потихонечку Отстраивается Государство От этого Ну и вот Буквально недавно Что ли Бизнес Что-то там Хотел сделать Сразу Нас компанию Зарядили На это На стройку Государство Начинает делегировать Свои полномочия Социальные Этим компаниям Вместо того Чтобы просто Собирать налоги И сами распределять Это говорит о том Что на высшем Ишевоне У нас нет доверия Госаппарат Раз Там сейчас Такие аресты идут Пока всех не арестуют Я думаю Не успокоятся И Возвращаясь К большому бизнесу Что он будет делать Ну Бизнес будет всегда Хотеть Большего И это Это нормально Но другое дело Что направить его Созидательные Какие-то вещи В ту сторону И Вопрос же про это был Да Что он будет делать Бизнес всегда Помогает Знаете Допустим Те же кодеры Мы сказали Банк один Не буду говорить Какой Большой Вот он Допустим Там Как называется Начальный уровень Кодера Программиста Он сразу 750 тысяч Сразу дает Моментально И там Диплом Это формальность Для него Для него Главное Чтобы человек Ну вот я об этом Берет на себя Иногда большой бизнес Эту функцию И по образованию И по подготовке И даже по их досугу Выстраивает сам Когда государство Как-то от этого отстраняет Хочет жить В этом государстве Работать Он будет вкладывать Но я говорю Что государство Выстраивает Небольшой бизнес Государство Выстраивает Малый бизнес И средний бизнес Это тот бизнес Который не может Выгнать Допустим 3 миллиарда В офшор И там Где-то Разместиться И купить Там Харатс Как катарцы Сделали Тот бизнес Который будет Жить здесь Который связывает Своё будущее С этой страной Чаще всего Чаще всего Это Микро Малый Средний Бизнес И уже Большой бизнес Может выбирать Там где-то Подрядчиков МСБ Но это Как капельное Орошение Всё равно Получается А мы Пока Ближайшие лет Пять Точно Сырьевое Государство Поэтому Всё это Будет Оттуда Капать Малый Средний Бизнес И самое главное Наверное Всё таки Возвращаясь Ну не Давайте Потом Ну в бизнесе Кстати в отличие От госаппарата Репутационный капитал Работает более Жёстче Особенно если ты выходишь На международный рынок Ладно тут у нас Чиновник может курсировать Со своим коррупционным Прошлым Внутри системы А у бизнесмена Не так Да То есть это Важный элемент Поэтому может быть И их ответственный Больший подход К тому Что они делают Не весь бизнес Есть тендерный бизнес Он до сих пор существует И он такой же Полукриминальный Если чуть не криминальный Да Но я согласен Со словом в том Что бизнес у нас разный И поэтому тоже Как бы молевать Всех одной краской Нет смысла Да Есть бизнес Который Не только рабочие места Создает Да Но и пытается Там финансировать Разные образовательные проекты Я знаю бизнесменов Которые финансируют Сельские школы Да Активно финансируют Именно сельские школы Не вкру Ну мы знаем Немало бизнесменов Которые свои школы Открыли И даже свои Образовательные методики Там предлагают Я даже знаю Между ними конкуренция идет Какая методика лучше Ну вот ты знаешь Это очень важный элемент На котором То есть Бизнес Созидательный Не коррумпированный Мы должны осматривать Как часть гражданского общества И сам бизнес Не должен бояться Гражданского общества Потому что У нас одни цели Мы на одном корабле Плывем Желательно грести В одну сторону И желательно Чтобы все кричали Что айсберг Вон там Впереди Вот Чтобы все видели Что айсберг Что мы сейчас и делаем Мы говорим Что вот айсберг Ребята Вот айсберг Впереди Связан вот с Промалом А мы на Титанике Ну Но это может быть Альтернативная история Да это может быть Альтернативная история У этого кино Может быть другой финал Конечно Классный сегодня разговор получился Я очень рад Что на самом деле Мы не ушли Вот в эти Алматинские сопли По поводу того Кто там в Шанхае А кто со штатов Ну да Ностальгия лучше на кухне Слово пацана Был хороший повод Поговорить О главном О молодежи Молодежь Это главное Вот И прозвучало Мне кажется Очень много таких Классных мыслей Мне очень понравилось Что Расул Оптимист Вот он называет Такие сроки 30 лет Через 30 лет Может быть У нас будет Что-то такое Цивилизованное Или 5 лет Мы будем Сырьевой Сырьевым государством Мы как-то Журналисты Такие пессимисты Мы вот это Сгущаем краски Для нас это прям Такие сроки Не, потом просто Нифь кончится Через письмо А у вас У вас тоже Пессимизмом Навеяны Ваши прогнозы Да В общем Были здравые мысли Мне кажется Этот сериал Российский И вот тот кипиш Опять я вот Говорю Вот в этой Видите Криминализованное 90-е Травмировали В том числе И меня Да Вот этот вот Кипиш Который был И в России И который у нас Это лишь просто Фиксация проблемы Таким образом Чиновники Они реагируют На Проблему Которая есть А это В первую очередь То о чем думает Молодежь Какие ролевые модели Она считывает И С этим наверное Проблемы И Самое главное Вот мы о чем Сегодня говорили Это ответственность Когда появится Ответственность За то Кто будет дальше В этой стране Жить И за ответственность За детей Ну Такие общие слова Как будто бы Но на самом деле Они главны